ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ «Я вроде бы уже не пьян, а все равно не понимаю. Мне сказали, что арестовали старика сторожа. Забыл его фамилию. Но только не Артур Ивановича». «Да-да, все правильно. Ты слышал, что в областное отделение милиции увезли охранника автопарка. Того самого, который должен был открыть тебе ворота в гараж. Тебе сказали, что его фамилия Нестеров». «Да-да, Нестеров. Ну вот, а теперь слушай дальше. То, что я вам скажу, покажется вам невероятным. Но я говорю правду. Алексей Викторович Нестеров и есть тот самый Артур Гофман. Вы можете себе такое представить? Я бы вам никогда не раскрыл эту тайну, потому что дал клятву не разглашать ее. Но сегодня идет речь о жизни и смерти невинного человека. Он, к вашему сведению, лежит в больнице и сам не имеет надежды выйти оттуда живым. Представьте себе, он все вину берет на себя, когда сам совершенно невиновен. «Ты, Юра, теперь соображаешь, в чем дело?» «Нет, не соображаю, Саша. Ты сначала объясни, почему он Нестеров? Почему у него такие шрамы на лице? Почему он оказался здесь? И, наконец, почему он берет на себя мою вину?» «Что все это значит, Сашка?» «Юра, пока тебе не обязательно знать все, но ты должен понять главное, что он страдает по твоей вине. И это ты понимаешь?» «Сашка, не считай меня за идиота». «Да, я струсил, скажу честно. По этой причине избежал. Но совесть и у меня есть. Так что, дорогой мой, не спеши делать выводы. Я тебе еще не сказал последнего слова. Но если это правда, о чем ты говоришь, тогда я вам докажу, что я не трус. Я тогда испугался. Но я не подлец. Только ты, Сашок, тоже мне ответь на мои вопросы». «Да, отвечу. Жаль, что сами не можете догадаться хотя бы о самом главном. Ну да ладно. Слушайте дальше. Алексей Викторович Нестеров, настоящая фамилия которого Гоуфман, берет на себя твое преступление, Юра, по той единственной причине, что любит вашу мать». «Да что ты говоришь? Саша!» – не выдержала Валентина и даже рот раскрыла от удивления. «Возможно ли это?» «Оказывается, возможно, Валентина». «И ты давно об этом знаешь?» «Да, я это знаю давно. И все время молчал. Даже от меня скрывал». «Да, Валя. Я не имел права говорить об этом. Я ему обещал то, чего он заслуживает». Наступило молчание. Каждый, сидящий за столом, размышлял о сложной истории. «А теперь, возможно, достаточно рыться в чужей жизни?» – спросил наконец Саша. «Но его собеседники будто и не услышали этих слов. Они должны были прийти в себя. Особенно Юра». «Вот что», – опять заговорил первым Саша. «Запомните. Обо всем, что я вам рассказал, никто не должен знать. Надеюсь, вы не маленькие. И понимаете, почему я об этом прошу». «Это понятно», – отозвался первым Юра, вставая со стула. «Спасибо, Саша. Я многое понял. И благодаря твоему сообщению моя голова действительно протрезвела. А теперь я отправляюсь в милицию». Юра подошел к гардеробу, оделся и, не оглянувшись и не попрощавшись, покинул помещение. Уже целые сутки мучилась Надежда Петровна от своих страшных мыслей. И как в ней не боролись чувства боли и сострадания, она старалась все сохранить в себе. Это было, наверное, самым угнетающим. Она не могла сказать мужу о причине ее состояния. Вся ее жизнь была слишком запутана. Она много передумала, столько разных версий приходило ей в голову, что она уже и не знала, где истина, а где очередное заблуждение. Так уж получилось, что и на этот раз в ее жизни, что сама судьба вставила ей палки в колеса. Она не могла на другой день съездить в город. Анализируя поведение Саши, его двухсмысленные высказывания, особенно в последнее время, Надежда Петровна пришла к выводу, что Саша в курсе всех дел, поэтому и решила с ним поговорить. Она отправилась к нему домой. Ей хотелось это сделать без присутствия дочери, но такой возможности не было. Валя по лицу матери заметила, что та встревожена. Каждая думала, что другая еще не знает сути ситуации. Вот почему они и не могли решиться на откровенный разговор. А говорить надо было. Саша находился в другой комнате, но дверь была открыта. Валентина, медленно пройдясь по комнате, Надежда подошла к буфету просто так, чтобы потянуть время, и увидела за стеклянной дверкой необычный конверт. Валентина в это время стояла к матери спиной и не заметила, как мать тихонько открыла дверцу и взяла в руки конверт с письмом. Если бы на конверте не было этой странной надписи, то, возможно, Надежда и не обратила внимания на него, но теперь, прочитав слова, ее как ножом кольнуло в сердце, а надпись была такой «Вскрыть после моей смерти». «Это написал он», — сразу же подумала Надежда и почувствовала жар, проникающий во все тело. Она оглянулась на дочь, убедившись, что та оставила ее одну, в одно мгновение распечатала конверт, но то, что она увидела, ошарашило ее еще больше. Она вынула из первого конверта еще один, и на нем было написано «Вручить Надежде Петровне Поповой». Быстро спрятав письмо, Надежда решила отправиться к месту своей работы, чтобы там, в кабинете, прочитать его. Не находя причины для ухода, не зная, что сказать детям, она покинула их дом тихо и незаметно. Оказавшись одна, она трясущимися руками распечатала второй конверт и начала читать. «Дорогая и незабываемая Надюша, прежде всего хочу сообщить, что я до самой своей смерти любил тебя. А если бы было иначе, если бы остыла во мне любовь к тебе, то, конечно, не оставил бы тебе это письмо. Наверное, нехорошо, что я еще после своей смерти тревожу тебя, но мне очень хочется, чтобы ты не подумала обо мне плохо, мне хочется, чтобы ты поверила в силу настоящей любви. Мне думается, что я теперь уже не помешаю твоему семейному счастью. Может, помнишь, и ты наше первое знакомство, и чудное время, проведенное вместе с тобой. А теперь, когда меня уже нет среди живых, ты должна знать всю правду обо мне. Тогда, уходя от тебя, я почти погиб в лесу, но, видно, Богу было угодно, чтобы я остался жив. Я обрел другую фамилию, и по причине сильного обморожения стал неузнаваем. Тогда я заснул в пути, и, возможно, было бы лучше, если бы вообще не проснулся. Но очнулся я в больнице. Мне пришлось много испытать, но я все же принимал как должное. Я заслужил такое наказание, и все же я не мог заглушить в своем сердце любовь к тебе. Благодаря моей любви к тебе во мне открылась великая сила, сила, дарующая мне счастье. Я много раз испытывал это большое счастье, и я радовался до слез, когда видел тебя счастливой и веселой, хотя и было больно все это видеть. Помнишь, ты тогда озеро во время купания видел человека в очках? Ты даже испугалась. А ведь это был я. Я все видел. Видел, как ты загорала, как муж тебя носил на руках. И прости меня, Надюша, я видел и ваш поцелуй. Нет, я не ревновал. Это чувство я, наверное, утратил. Я скорее радовался и сильно сопереживал вам. Я радовался, когда видел тебя довольный, и огорчался, когда видел, что ты была печальной. Мне порой было трудно, очень трудно. Но в то же время я находил в своей жизни и радость. Наверное, я неправильно жил. Да, моя жизнь — это сплошные ошибки. И если сможешь, прости меня. А теперь я прощаюсь с тобой. Прощаюсь навсегда. Если мое сердце до самой смерти билось благодаря моей любви к тебе, если оно иногда, возможно, трогало и тебя, то и за это прошу прощения. Надежда была вынуждена прерывать чтение. Слезы непрерывно капали на письмо. Она старалась сдерживаться. Но каждое прочитанное слово больно отзывалось в ее сердце. «Почему же такое случается в человеческой жизни?» — сказал Надежда, отложив на минутку письмо. «Ты, Артур, пишешь о счастье. Но как я смогу обрести это чувство? Где оно, это счастье, без тебя?» Потом она вспомнила, что он еще жив. И эта мысль придала ее силы. И Надежда еще раз увидеть своего горячо любимого Артура. «Да-да, он же еще жив. Я должна его видеть. Я должна ему сказать, что и во мне не угасла любовь к нему». Размышляя над своей жизнью, над прошлым и настоящим, через минуту она опять продолжала читать. «А теперь забудь меня, моя дорогая Надюша. Спас тебя. Спасибо тебе за все. Живите дружно и счастливо. Люби своего пана. Не пытайся искать мою могилу. И я хочу остаться неизвестным, каким и жил в последние годы. Не знаю, почему, но я прожил свою жизнь неправильно. Прощай, моя любимая». Дочитав письмо, Надежда Петровна еще долго сидела за своим конторским столом, пока не вспомнила, что надо спасти Артура или Алексея Викторовича, как его все называли. Вернувшись домой, Надежда почувствовала себя чужой. Почему Степана до сих пор нет? Думала она. Ведь рабочий день давно кончился. Она включила свет, сняла пальто и, переступив пару комнаты, увидела на столе записку и прочитала написанные большими буквами слова. «Меня вызвали в милицию. Не волнуйся. Я завтра, наверное, вернусь». Степан. Надежда села на диван и задумалась. «Десять лет мы с тобой прожили вместе, Степан. Ты не самый любимый и далеко не самый дорогой для меня, а просто уважаемый мной человек. Конечно, ты не виноват, что нас не связывает настоящая любовь. А может, и виноват. Трудно определить, как и из чего рождается эта таинственная сила. Наверное, есть такие клетки в человеке, способные породить эти чувства. С Артуром мы нашли их скоро. Но почему-то в народе принято осуждать и обвинять людей за любовь. Только никто не советует и не объясняет, как заставить сердце полюбить или наоборот. Если сердце не принимает инородное тело, чем виноват человек? Надежда Петровна не могла поделиться своими мыслями ни с кем. Ночью, лежа в постели, в полном одиночестве, в ее сознание и вкралась предательская мысль. Она вдруг подумала, ради чего я должна мучиться всю жизнь, страдать, переносить тяготы разлуки с любимым. Не могу я так больше и не хочу. Мне обязательно надо повидаться с тобой, дорогой Артур. Я готова страдать, ждать и доказать тебе, что и моя любовь жива. Ты постоянно жил в моем сердце даже тогда, когда все считали тебя погибшим. В моем сердце не нашлось места для Степана и надо будет все ему рассказать. Ох, как все сложно. А что будет с Юрой? Если я пойду в милицию и все расскажу, то, наверное, Юру будут судить. А, возможно, и Степана? Что же делать? Зачем-то судьба так жестока. Выходит, я должна выбирать, кого помиловать. А если это в моих силах? Если я всего лишь хрупкая женщина и сердце только одно, кого выбросить из него? Что ты скажешь, сынок, если узнаешь, что твоя родная мать поставила любимого выше тебя? А чем виноват он, который всю свою жизнь загубил ради любви ко мне? Ведь он, возможно, тоже ждал частицы счастья для себя. Ох, Юра и Артур! Пусть люди и закон нас рассудят, а я не могу. Всю ночь Надежда Петровна не сомкнула глаз, а утром отправилась к Саше, чтобы узнать адрес больницы, в которую поместили Нестерова Гофмана. Дорогой она думала, как посмотреть ему в глаза и что сказать. Она строила планы, представляла себе, как они встретятся, и даже шепотом произносила слова, с которыми желала обратиться к Артуру. Но в действительности все произошло по-другому. Два дня пролежал Нестеров в тяжелом состоянии и при том еще и под охраной. Ему неизвестно было, что творилось за стенами больницы, но зато впервые за многие годы жизни он задумался над своим будущим после смерти. Что земная жизнь была на исходе, он знал, но знал и то, что после этого наступит вечность. Теперь после кризиса, когда он опять был способен здраво рассуждать, он вдруг вспомнил, что совершил в своей жизни много грехов. «Простит ли мне Господь мою грешную жизнь?» подумал он и вспомнил, и вспомнил далекое прошлое. Когда-то он, молодой Артур Гоффман, тоже чувствовал себя счастливым человеком. Он, познакомившись со своей будущей женой, стал посещать молитвенный дом. И это благодаря добрым людям. Тогда он был убежден, что Иисус Христос, Спаситель мира, не оставит его в беде, даже если будет очень трудно. Но он сам, видно, недостаточно верил в своего Спасителя. Болезнь жены настолько подействовала на него, что он засомневался в своей вере и постепенно, с днями и годами, все дальше отходил от Бога. Потом любовь к женщине показалась ему превыше всего. И это его загубило. И только на узкой грани между жизнью и смертью он вдруг понял, что ошибся. Пока милиция и члены семьи Поповых были заняты сложностями, связанными с несчастным случаем, и гражданином Нестеровым лично для него произошло еще одно большое чудо. И это произошло тоже с помощью Господа Бога. Оно заключалось в следующем. Одна из ухаживающих за больным медсестра узнала, что настоящая фамилия Нестерова Гоффман. И когда больной почувствовал себя лучше, она рассказала ему, что она до этого работала в городском доме инвалидов, и что там она знала женщину с фамилией Гоффман. Это известие очень заинтересовало больного. Он начал интересоваться возрастом и другими данными той женщины, и все больше убеждался, что это, возможно, и есть его родная сестра. Боже, неужели я перед смертью действительно еще увижу свою сестру? — подумал Гоффман. Неужели хоть теперь перед смертью я смогу кому-то рассказать все то, что накопилось в душе? Девушка, если можно, то сообщите, пожалуйста, той женщине обо мне. Спросите, не знаком ли ей имя Артур. Да, я постараюсь это сделать, ответил на его просьбу медсестра, и больной Нестеров Гоффман начал жить новой надеждой. В минуты, когда состояние его здоровья бывало лучше, он только и думал о долгожданной встрече со своей сестрой. Если он уже многие годы не молился Богу, разве только в очень редких случаях, то теперь, находясь в больнице, он опять вспомнил, что надо обратиться к нему, своему спасителю. Казалось, Бог услышал его молитвы, потому что уже на другой день после разговора с медсестрой в палату вошла врач и, проверив состояние его здоровья, сказала, «Алексей Викторович, к вам просится на свидание одна женщина, не зная, кто она такая, но я просто не могу отказать. Уж очень она настойчива, притом инвалид. Как вы сами согласны на свидание?» «Ой, доктор, неужели это она?» «Кого вы имеете в виду?» «Да сестру мою, с которой мы расстались еще в детстве». «А как звали вашу сестру?» «Мария, Мария Гоффман». «Тогда я вас поздравляю!» «Вы действительно встретитесь со своей сестрой?» «Только не знаю, не повредит ли это встреча вашему здоровью?» «Не хочу вас пугать, но у вас, Алексей Викторович, сердце пока очень слабое». «Ой, доктор, не откажите!» «Мне думается, что если я действительно увижу свою родную сестру, если смогу ее обнять, то и сердце мое поправится». «Было бы хорошо, но я боюсь обратного, но будем надеяться на лучшее. Я вам сейчас сделаю укол, и вы встретитесь со своей сестрой». Через десять минут кто-то широко раскрыл дверь, и Артур Гоффман, которого все еще называли Нестеровым, увидел на пороге женщину в инвалидной коляске. За коляской он видел еще кого-то, но его интересовала только Мария. «Вот она какая!» – подумал больной, увидев постаревшую седую инвалидку. Коляска медленно приближалась к кровати больного. Женщина ни на что не обращала внимания. Она смотрела только вперед на лежащего в постели больного. Он тоже начал волноваться, несмотря на полученный укол. Он приподнял голову и вытянул вперед руки, чтобы обнять приближающуюся к нему женщину. Когда коляска вплотную прикоснулась к кровати, женщина тоже протянула к больному руки, и они, не произнося ни единого слова, упали в объятия друг у друга. Они не могли говорить, но каждый чувствовал своим сердцем, что они не чужие. В дверях стояла медсестра, та самая, которая организовала эту встречу. Она стояла молча и плакала, потому что без слез невозможно было смотреть на эту трогательную сцену. Больно все видеть. Еще было и потому, что старая женщина была безногой. В момент, когда она склонилась к больному, ее туловище почти вывалилось из коляски. Все это видела стоящая в дверях медсестра. «Артур, Артур», — повторяла негромко женщина, не отпуская больного. Оба они плакали. И только когда к ним подошла медсестра, чтобы помочь инвалидке, они, наконец, отпустили друг друга. Как уже было сказано, эти двое не могли узнать друг друга. Он, Артур Гоффман, тогда во время их разлуки был ребенком, а Мария тоже еще молодой девчонкой. Теперь же, после очень волнительной встречи в больнице, они не могли сразу все рассказать друг другу. Но после недолгого отдыха, после того, как пообедали, и больной Артур немного успокоился, Мария, которая действительно была его сестрой, опять явилась в палату для долгого разговора со своим братом. Она начала рассказывать свою биографию. Когда нас, как и всех немцев, в начале войны эвакуировали за Волгу, Казахстан, в числе несчастных была и наша семья. Уже тогда мы были без отца. Его арестовали раньше, как врага народа. Поэтому наша бедная мать с тремя детьми была вынуждена следовать свое неизвестное будущее без мужа. Мне тогда было 11 лет. Вторым был ты, о нашей младшей Юстине, тогда исполнилось 4 годика. Мы, имея при себе только самое необходимое, следовали в переполненном вагоне товарного поезда по направлению к востоку. Куда нас везли, никто не знал. Вагон, как и весь поезд, был ужасно переполнен и перегружен. В одних вагонах ехали люди, в других везли разное заводское оборудование, станки, а в-третьих, никому неизвестный груз. Поезд часто останавливался, иногда по несколько часов проставил на станциях, где прицепляли еще дополнительные вагоны. И на каждой станции копошились люди с тревоженной войной. Люди плакали, просили о помощи, и каждая мать переживала за своих детей. Но самым страшным было то, что время от времени самолеты бомбили и обстреливали поезд, особенно в начале пути. Помню, как мы сидели в одном углу вагона и как наша мама молилась. Она старалась не показывать своих слез, чтобы не тревожить нас, детей. И вот опять послышались взрывы. Поезд резко затормозил и остановился. Когда некоторые пассажиры сошли, чтобы узнать причину остановки, им объявили, что вражеские самолеты настолько разбомбили станцию, что поезд не может следовать дальше. Несколько дней поезд стоял в тупике. Люди выходили из душного вагона, чтобы подышать свежим воздухом, найти где-то питьевую воду и каким-то образом готовить для детей пищу. Из-за жары и всяких других причин многие заболевали, а некоторые и умирали непосредственно в пути. У многих кончились продукты, и дети плакали, прося кусочка хлеба. В числе самых бедных была и наша семья. Когда поезд наконец тронулся, следуя дальше на восток, люди обрадовались, потому что линия фронта оказалась позади. Но то, что нас ожидало впереди, было не лучше. Опять поезда простаивали в тупиках, причем длительное время. Люди расходились, искали, где можно было что купить, а другие ходили по дворам и просили милости у местных жителей. Обстановка переселенцев становилась критической. Тогда пришла и наша самая большая беда. Ты, Артур, возможно, не помнил, но я до конца своей жизни не забуду то страшное время. Когда поезд долгое время стоял на одном месте, мама нас высадила и, взяв нашу младшую сестренку на руки, сказала, дети, нам надо где-то найти место для дальнейшей жизни. Здесь, в товарном вагоне, мы не можем дольше жить. У нас больше ничего нет, ни хлеба, ни других продуктов. Но, как я узнала после, наша мама была еще и больна. Она сама об этом не говорила, чтобы не тревожить нас. Тогда наша мать повела нас по направлению к небольшому населенному пункту. Это было не село, а скорее хутор, казахский аул, состоящий из полтора десятка землянок. Наша мама от усталости и болезни уже не могла нести ее стину на руках, поэтому вела ее за руку от одного дома до другого. Она плохо знала русский язык, а живущий там казахи еще хуже, поэтому она не смогла им все объяснить, но тем не менее люди поняли, что она одна из переселенцев и что она просит продукт для детей. «Я помню, как я тогда устала и как ужасно хотела съесть». После обхода всех хат в нашем вещевом мешке оказалось несколько десятков картофелин, две свеклы и даже одна лепешка. Еще несколько маленьких кусочков таких же лепешек мы сразу съели. Некоторые пожилые люди на нас смотрели с жалостью, но иные и враждебно, когда узнали, что мы немцы. Кроме этих продуктов мы имели при себе еще и бутылку с водой, которую тоже наполнили у единственного в хуторе колодца. К вечеру наша мама почувствовала себя очень плохо. Когда нас никто не впустил к себе для ночлега, мама сказала, останавливаясь на улице, «Дети, нам надо скорее найти место, где бы мы смогли переночевать, мы все очень устали, поэтому я вас поведу вон туда, к стогу соломы, там мы проведем ночь, а завтра возможно мне будет лучше, и мы подумаем, как жить дальше». Мы пошли к стогу, вырвали руками солому, сколько смогли, и, подстелив ее под себя, уселись для отдыха. Вскоре все уснули, все, кроме мамы. Она чувствовала сильную головную боль и температурила. Утром она мне сказала, «Мария, я очень больна и не смогу идти с вами. Пусть Вестина останется со мной, а вы с Артуром идите опять в поселок. Возможно, Бог и добрые люди пожалеют вас и накормят. Просите, протягивая к ним ручки, и если вам что-то дадут, то не забудьте поблагодарить, и я буду молиться за вас». «А теперь идите». «Когда я взяла тебя за руку и повела, мама вдруг громко позвала, «Детки мои, милые, вернитесь». Мы отошли всего с десяток метров, и когда вернулись, то я видела, как наша мама плакала. Мы подошли к ней совсем близко, и тогда она сказала, положив левую руку на мою голову, оправленную твою, «Простите, что я вас не поцелую, я это не делаю, потому что не хочу вас заразить, у меня, наверное, тиф». Мы смотрели на маму и не знали, что она имела в виду, по ее щекам непрерывно текли слезы, и до сих пор вижу ее глаза, Артур, она в тот момент, наверное, прощалась с нами. Прежде чем нас отпустить, она тогда сказала, обращаясь ко мне, «Мария, ты старшая, поэтому прошу тебя, постарайся всегда помогать Артуру и Юстине, не обижай их и не разлучайся с ними, и еще очень прошу, милые мои детки, не забывайте Бога, просите помощи у него и никогда не забывайте благодарить, молитесь, как я вас учила, а теперь идите, Мария прервала свой рассказ, уж очень трудно ей было все заново повторять, все вспоминать и пересказывать, она отпила из стакана несколько глотков воды, вытерла слезы и, посмотрев на больного брата, продолжала, «Так вот, прошли мы тогда с тобой и не знали, что уже никогда не увидим нашу маму живой», опять Мария умолкла, она просто не могла говорить вслух, потому что горло сдавило комом, она эту историю уже рассказывала раньше другим людям, но теперь перед нею сидел он, Артур, с которым тогда она и ушла от своей матери, этот лежащий теперь в постели больной и старый человек чужой фамилии тогда тоже потерял маму, теперь и он орошал подушку слезами, ладно, Артур, не расстраивайся, но прежде чем я продолжу рассказывать, ответь мне, пожалуйста, на один вопрос, ты молишься Богу? Артур вытер слезы и тихо ответил, Мария, я очень грешен и действительно редко молюсь, не знаю почему, но я в одно время сомневался в существовании Бога, это очень печально, братик мой, ведь мама так просила, чтобы мы не забыли его Отца Небесного, но я надеюсь, что сегодня ты не сомневаешься в его существовании, так это или нет, Мария, твой рассказ, наша общая биография, которую я почти не помню, трогает меня до глубины души, и я теперь понимаю, для чего я заболел и попал в больницу, ты должна была меня встретить, и это есть желание Бога, и возможно также его ответ на молитвы нашей матери, я хочу исправить свою жизнь и опять стать настоящим христианином, за это спасибо тебе, Артур, спасибо нашему спасителю, что он так постарался свести нас вместе, Мария поправила одеяло, погладила своей рукой Артура по щеке и опять продолжал рассказ о прошлом, да, Артур, когда мы с тобой вечером вернулись к стогу соломы, мы увидели, что наша мама умерла, я помню эту сцену, Мария отозвался больной и до его глазах опять выступили слезы, да, такое не забывается, ответила Мария и продолжала, ты помнишь, как мы плакали и страдали, а как мы маму хранили, помнишь, нет, очень смутно, ну тогда слушай дальше, знаешь, когда я увидела, как наша маленькая сестренка Истина сидела рядом с мертвой матерью и со слезами просила хлеба, я так расстроилась, что не знала, как жить дальше, я не только плакала, я бросилась на грудь покойной мамы и кричала, мама, проснись, мы не можем жить без тебя, я тогда призывала на помощь спасителя Иисуса Христа, потому что он был единственным, кто нам мог помочь, мы никому не были нужны, бедные люди, живущие в том казахском ауле, тоже не интересовались нами, но к нашему счастью, они нам все же что-то давали, но ты, Артур, послушай, как мы хоронили маму, да, я немного помню, но ты рассказывай дальше, тогда стояла жаркая погода, и поэтому нам надо было как можно скорее нашу маму похоронить, и тогда, после того, как мы выплакали все слезы, я взяла вас, младших, за руки и пошла к ближайшему лесу, чтобы отыскать место для захоронения нашей мамы, поезд, на котором мы следовали к тому времени, уже ушел, и мы остались одни, так вот, я нашла в лесу подходящее место, и сразу же начала разгребать землю для могилу, но грунт скоро стал твердым, и я не могла рыть руками без лопаты, вы с Вистиной все время находились рядом и даже не знали, для чего я ковырялась в земле, потом я вас оставила, а сама вернулась к столу, где лежала мама и наш чемодан, я достала из чемодана большой кухонный нож, и опять пошла к вам в лес, чтобы продолжать копать с помощью ножа, в это время уже наступил вечер, и когда уже почти стемнело, я повела вас обратно к месту, где лежала мама, ее лицо уже распухло и было неузнаваемо, чтобы ее не тронули хищники в ночное время, я ее накрыла слоем соломы, мы, я, ты и Юстина тоже вырыли себе в соломе яму наподобие берлоги, и там спали, плотно прижавшись друг к другу, утром мы рано проснулись и учуяли очень неприятный запах, как мы скоро поняли, этот запах исходил от покойницы, Юстина плакала, я дала ей кусочек лепешки, одну картофелину и попросила тебя помочь мне оттащить нашу маму к лесу, ты был еще очень малый слаб, но не отказался, взявшись за маминой руки, мы тянули ее по направлению к лесу, только Юстина ничего не понимала, она не переставала плакать и медленно следовала за нами, с напряжением и частыми остановками мы, наконец, достигли того места, где хотели похоронить маму. Мария прервала свой рассказ, потому что в палату вошла медсестра, она посмотрела на нее, затем на больного Артура и, обращаясь к нему, спросила, как вы себя чувствуете, Алексей Викторович, вам ничего не нужно? Нет, спасибо, ответил больной, но медсестра заметила, что он чувствовал себя плохо, заметила то, что в его глазах стояли слезы, ну ладно, если что нужно, то позвоните. Хорошо, ответил больной, и медсестра покинула палату. Мария продолжала, положив маму в тени под большим деревом, я продолжала копать могилу. Ты, Артур, старался мне помогать, тоже выгребал ручонками землю и все время спрашивал, сколько еще рыть? Я очень устала, и при том сильно натерла правую руку от ножа, мозоль на руке лопнул, и поэтому стало очень больно. Я делала короткие перерывы для того, чтобы углотнуть из бутылки воды, потом опять копала дальше, но как я не старалась, как не напрягала все силы, вырытая яма все еще была слишком мала для могилы. Честно говоря, я и не знала, какой глубины она должна была быть. Когда уже не было больше сил, а вы с Юстиной только плакали, я тоже зарыдала, отбросив в сторону нож. Я вспомнила, как мама меня учила молиться, и как тогда советовала, если тебе, Мария, будет очень трудно в жизни, то обращайся к Богу. Теперь, когда я окончательно растерялась, когда утратила последние силы и надежды, я так и поступила, как советовала мама. Я встала на колени и, скрестив руки, громко произнесла, посмотрев на небо, любимый спаситель, Иисус Христос, помоги нам, не оставь нас одних на этом свете. И что ты думаешь, Артур? Мне стало легче на душе. Мне казалось, что и силы вернулись ко мне. Я могла успокоиться, и мы с тобой положили маму в яму. Я говорю яму, потому что могилой ее нельзя было называть. Положив покойницу на дно, мы накрыли ее сверху соломой и закидали землей. Честно говоря, засыпала ее я одна, потому что ты при этом ругал меня и даже пытался не загребать, а наоборот, сбрасывать землю спокойной матери. Мы все трое были грязными, с заплаканными лицами, но не обращали на это внимания. Мы хоронили маму, и это было моим самым большим несчастьем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok